Год счастливого детства уже не за горами. Сегодня все причастные к этой гиде министерства провели брифинг с представителями СМИ республики, где ответили на их вопросы. Какие мероприятия пройдут для юных жителей республики? Какие новые меры поддержки стоит ждать их родителям? Ответы в материале моих коллег. Создать для ребят комфортные школы, сделать учебу продуктивнее. С этой целью в год счастливого детства в Чувашии отремонтируют 41 школу и построят 5 новых. При этом при создании дизайна, как и в целом при разработке мероприятий на следующий год, обязательно учитывают мнение самих детей. Очень много мероприятий проходит, где вы видите с детьми, встречаетесь. С какими просьбами они чаще всего к вам обращаются? Очень много детей интересует именно в том числе участие в путешествиях. То есть есть желание посещать разные объекты, историко-культурные объекты. Здесь очень широкий спектр вопросов от детей. Стараемся на все отвечать, брать работу. Здесь реализуется много проектов. К примеру, День в столице, в рамках которого ребята из дальних населенных пунктов могут приехать в Чебоксары и знакомиться с городом в течение нескольких дней. В следующем году Чувашия войдет в пилотный проект, путешествуя по своему родному краю. Пять тысяч детей с пятого по девятые классы смогут пройти образовательные туристические маршруты по всем районам республики. Мероприятий, конечно, будет очень много. Но вот, знаете, мы, наверное, как общественная организация, как женщины, да, Чувашия, союз женщин-чувашия, мы кровно заинтересованы в том, чтобы дети действительно чувствовали себя очень патриотичными. Нам очень хочется, чтобы дети действительно с огромной любовью и трепетом прошлись по тропам нашей прекрасной республики. Ребятам постараются предоставить равные возможности для развития и самореализации. Также большой акцент в грядущем году делают и на укрепление здоровья детей. С 2023 года у нас стартует расширенный неонатальный скриминг. Это нам позволит выявить буквально с периода рождения ребенка ту или иную патологию, которая у него может быть обнаружена, и при этом своевременно начать уже необходимое лечение. Где счастливые родители, там и счастливые дети. Поэтому в следующем году появится новая мера поддержки для родителей. Система комплексной поддержки семей с детьми, которая вступит в силу уже с января 2023-го. Охват достаточно будет большой. Все семьи с детьми смогут получать эту форму поддержки в формате электронном по принципу социального казначейства. И процедуры, связанные с получением государственной поддержки, в конечном итоге очень сильно упрощаются и ускоряются. В небытие уйдут, конечно, ряд выплат, поскольку они сейчас все будут объединяться вот как раз под этой единой выплатой. В 2023 году отремонтируют детскую школу искусств Валикова. Обновят шесть библиотек по всей Чувашии, три из которых детские. Впервые пройдет конкурс среди школьных театров. И это только малая часть того, что предстоит в грядущем 2023-м. Анна Центовская, Святослав Петров, Республика.